Владимир Викторович, мы попросили вас посмотреть фильм «Коктебельские камешки» из программы нашего фестиваля. Фильм о ярких людях, сложных судьбах, о трагической эпохе. А у вас какие чувства вызвал этот фильм? Ведь вам довелось встретиться с кем-то из выдающихся людей той эпохи? Ну, конечно, конечно. Более того, много людей, которые были в «Коктебеле», начиная с моей тёщи, с жены, которая была в «Коктебеле» еще в детстве, и которая рассказывала мне очень много о «Коктебеле». Я сам был раза два, наверное, в «Коктебеле», и весь пронизан был этими рассказами, этими легендами о «Коктебельцах», которые отдельное какое-то сообщество, отдельное братство, отдельный орден, отдельное государство в государстве было для тех, кто не знал, но те, кто хотел знать прошлое вот этого места, куда он приезжал. Так вот, когда я посмотрел фильм, я очень благодарен вам, что вы попросили писать, потому что я получил большое удовольствие. Он большой фильм, но я просмотрел просто, вот знаете, как иногда бывает, берешь в руки книгу, вы ее открываешь, первую страницу, а дальше, а перед тобой ночь, и завтра, и послезавтра ты можешь читать, а ты уже, пока ее не закончишь, не переверешь в последнюю страницу. Так вот и читаешь. Вот что называется «Захлеб». Вот так я просмотрел этот фильм. Мне понравилось там очень многое из того, что меня раздражало в других фильмах. Мне понравился с самого начала тон заданный, заданный ведущим. Вот этот голос за кадром потрясающий. Я поймал на том, что просто я без него не могу обходиться. Он стержень. Этот голос, этот звуковой ряд, который настолько входит органично в этот видовой, и они не могут один без другого. Вот это единство разных совершенно компонентов меня поражает. Музыкально. Ни одной, ну, смотри, господи, да ни одной знакомой мелодии. Но все великолепны, все в точку. Удивительно совершенно. Это не большой оркестр, это не классические произведения, которые могли бы сами по себе вызвать вот такое какое-то отношение романтическое к этому месту, понимаете? Это написано специально, может быть, даже, понимаете? Поэтому я просто вот весь потом уже, когда уже пошли титры, мне было интересно посмотреть, кто же создавал этот фильм. Смотрю, и не вижу ни одного имени, которое было бы у всех на устах. Просто незнакомые мне совершенно все фамилии. И мне это тоже, это для меня еще тоже был большой плюс. Значит, есть все-таки люди, которые творят вот так вот. И причем есть поразительные совершенно вещи. Там есть кадры такие, например, да? Идет на музыку очень, очень хрупкую, очень радую. И вдруг идет этот переход, моментальный совершенно, неподкрепленный звуковым рядом, да? И бомбы сначала, лицо, страшное лицо человека-пилота, да, немца. И дальше идут, эти бомбы падают, и все. А музыка продолжается. Она накладывается таким, и, казалось бы, несовместимые понятия. Вот так, но они потрясающе воздействуют еще лучше. И это не значит, что это будет дальше там, так же будет и дальше. Нет, потом начинается, там идет звуковой ряд. Он разный, он разнообразен. Вот, я обожаю разнообразие. Когда я вижу огромное количество разных красок, меня это радует очень. Подбор весь все хроникальный. Замечательный, конечно, главный герой. Это Мария Николаевна, да, по-моему, которая рассказывает. Ну, потрясающе, слушайте. Ведь это же так не сыграешь. Это, может быть, поэтому я так люблю документальные фильмы вообще, так же, как и мемуары. У них есть правда та, которой добиться трудно от актеров. И в кино, и на сцене. И вот это вот все, конечно. И потом все эти люди... Другое дело, я, знаете, когда досмотрел, думаю, что же все-таки такое притягательное это есть в этом местечке. Удивительное место. И понял. И понял не только применительно к табеле, а вообще. Понимаете? Когда красивые места появляются, но они бездушны, тогда грош цена им. Они не воздействуют так на нас. А коктебель – это... Уберите оттуда Волошина, и коктебеля уже нет. Можно убрать других, правда. Все равно останется, потому что есть самое главное. Там душа Волошина. Там атмосфера Волошинская. Раскрепощение. И если говорить о местах подобных, знаю только одно еще такое место – это Щелоково, которое было, которое сейчас, конечно, не такое. Но и коктебель не тот. То есть, когда я приехал в коктебель, я не понимал, а почему вдруг... Почему это хорошее место? Голые горы. Не могу сказать, чтобы была погода какая-то благоприятная. Огромное количество грязи, палаток, людей странных таких. Неинтересных мне. Думаю, а мог бы я вообще вот здесь вот... Я не понимал, в чем же это проникнуто. Вот лишний раз сейчас убедился, посмотрев этот фильм. Конечно же, душа, конечно же, люди. И вот, когда вы говорите, там не уехали. Вот и они тоже не уезжали, правда, да? И белые, и красные, и все. И потом, Господи, столько рассказывать, все было. О том, как это было еще во время. Которое не вошло в фильм, конечно, но мы-то их тоже знаем. Понимаете? И все это, и все это, все это люди. Поэтому здесь, ну, там бесчисленное количество достоинств. Это очень и очень хороший фильм, по-моему. Я бы очень хотел, чтобы я как можно больше людей его посмотрело. Поэтому просто поздравляю всю, всю, всю съемочную группу. И, конечно же, еще раз повторяю, меня настолько поразило это, это какое-то... Даже чтение стихов, которые... Там, знаете, у Волошина самого, там ясно совершенно, это звукосочетание для него, пожалуй, самое главное было. И в этой... Это трудно прочитать так, чтобы оно вызвало в тебе какой-то вот отклик такой душевный. Они такие, они красивые, они иногда такие искусственные, они придуманные такие часто. Иногда... Здесь потрясающе совершенно. Я вот не знаю, кто это говорил, кто это читал. Если сам автор-то, это вообще потрясающе. Но он, наверное, думает, что нет. Но кто-то очень и очень хороший из хороших актеров. Может быть, даже это не актер, но это удивительно правдиво. Это вот там берет прямо, проникает в ночь. Владимир Викторович, Вы известны и востребованы во всем мире. И, наверное, Вы могли бы жить в любой точке земного шара, где не пожелаете. Быть может, в меньшей степени в советские годы, но уж точно сейчас. И все же большую часть жизни Вы проводили и сегодня проводите в нашей стране. Почему? Россия что для Вас значит? Россия мой дом родной. Понимаете? И, конечно же, прежде всего люди. Я не могу без этих людей. Я не могу без друзей, которых у меня было большое количество. Сейчас очень многие уходят из жизни. И не могу сказать, чтобы прибавлялись на их места, сразу возникали какие-то новые люди. Нет, они остаются все-таки где-то в прошлом. И самые близкие это люди, те, которые уже десятилетиями со мной рядом, которых я знаю, понимаю все. Но их огромное количество людей, которые мне нравятся. И поэтому их, например, бросить, оставить надолго. Я не могу. Хотя сейчас это время другое. Потому что тот вопрос, который Вы сейчас вот мне задаете, да, но может быть был актуален там, я не знаю, но даже лет 15 тому назад. Может быть. Когда еще все-таки было трудно, когда нужно было так, выбирайте, либо Вы здесь, либо Вы там. А сейчас вопрос так не стоит. хотите здесь, хотите там, хотите приезжайте. Более того, оказывается, выгода огромная для тех людей, которые уехали, а потом вернулись. Которых здесь травили, которых здесь гнаили, которых здесь не давали делать. А теперь с распростертыми объятиями красная дорожка, и вот теперь Вы наши герои. Понимаете? А мы никогда об этом не думали. Я никогда, никогда даже в голову не приходил. Мне мысль не приходила, что я могу где-то работать там, а вот сюда вот не приезжать. Вообще, вот выбрать для себя все. Потому что для актера, конечно, важно работать там, где тебя любят, где тебя ждут, где тебя хотят видеть. Но меня здесь хотели. И за границей хотели. Но в этом смысле нам повезло, наверное, с Екатериной Сергеевной Максимовной. мы же ездили гораздо больше, очевидно, чем другие за границей. Но никогда, никогда не возникало этого вопроса. Потому что самое главное это было здесь. Работать здесь. Ну и сейчас она тоже. Я сейчас просто нет предложения. Предложение, и ты едешь туда, где тебя ждут, где тебя хотят. Ты приезжаешь, и там расцветают. Потому что для них ты приехал Бог. И каждое твое слово, и каждый твой жест, и каждый твой взгляд, и каждое твое мнение воспринимается ими как подарок судьбы. Поэтому сейчас, слава Богу, весь мир открыт для всех почти людей. И зависит все только от самого себя. Владимир Викторович, вот удивительное дело. Семилетний мальчишка из скромной советской семьи, никак не связанной с искусством, приходит в балетный кружок Дома пионеров. И ему там нравится. В чем для вас тогда была притягательность балета? И вообще, в какой момент вы почувствовали, что балет и есть ваша жизнь? Я тогда вообще не знал даже, что такое балет, когда я пришел первый раз в Кировский Дом пионеров. Я знал, что есть танцы, что есть народные танцы. Я не знал, что существует еще, оказывается, какой-то элитарный, как сегодня мы говорим, вид искусства, классический балет. Я не знал. Я узнал об этом только через год после того, как я начал заниматься народными танцами этими. Ну, начал, правда, с вальса, но в конце концов потом все равно в этих ансамблях всегда как-то разнообразят репертар разными танцами. Так вот, я целый год до тех пор, пока не попал большой, не увидел на сцене Большого театра одну пару из хореографического училища, а мне было тогда восемь лет. Восемь, девятый пошел. И я увидел, я просто, я, ну, как-то так. Это же чудо. Они делают какие-то странные движения, заноски, которые в жизни я их не встречал. Они как-то бьют ножками там, они прыгают, они вертся и в воздухе, и на полу. Это было так неожиданно для меня. И вот я вот только когда я узнал, что оказывается есть вот такая вот школа, школа классического балета, карьератическое училище при Большом театре, откуда и были эти два пара выпускников. А это был такой смотр. А я танцевал тогда там русский и украинский еще у меня был номер. и вот тогда как раз уже после этого учительница наша Елена Романова Росе сказала маме моей, говорит, я вам советую, вы знаете, вы отдайте его в карьератическое училище при Большом театре, потому что ваш сын, у него есть талант, у него есть музыкальность, у него есть вот эта танцевальность и он очень быстро, чтобы мы ему не показывали, он сразу это схватывает. Ну и пошли мы, я пошел туда, ну думаю, Господи, но будет, будет, не будет, совершенно не задумываюсь о том, что там трудно это попасть еще, несколько человек на одно место и как это так, а мальчики не особенно все-таки шли, сейчас тоже не идут в балет. Но тогда это вообще было как-то даже зазорно, понимаете, меня дразнили потом ребятиш, когда я попал в карьератическое училище, а, и он балерон идет, а ты, и вот, и вот, это, это, вот, вот что такое балет, я только потом узнал. Но танцевать, это, наверное, свойственно вообще каждому человеку, который любит музыку, который не может без движения просто обходиться, не просто сидеть и думать с годами, только тогда, когда ты уже не можешь ничего, возможно прийти, Так что, вот, не знаю. Вы добились огромного успеха, но ведь балетное искусство это титанический труд, цена аплодисментов очень высока. Вы когда-то жалели, что выбрали этот путь? Нет, конечно, не жалел, нет. Я просто, как вам сказать, я не настолько зациклен на искусстве хореографии, чтобы этому, только этому и ничему больше посвятить, чем свою жизнь. Мне всегда нравились вот эти отвлечения, тропинки, которые рядом с нашим искусством. Ведь каждый вид искусства питает другой. И чем больше ты их будешь познавать, тем лучше будет для тебя. Я думаю, что и для людей, которые с тобой находятся рядом, это тоже большой плюс. И для тебя, как для актера, это гораздо лучше. Поэтому, как только я мог, сначала я вот говорю, я всегда хотел быть хореографом. еще в школе. И мне хотелось самому ставить. Но не было времени. Вот я одиннадцатый, второй все время, и все время главные роли. Один. Все время как-то шло это очень быстро, так, знаете, наполненная была жизнь именно танцем. А потом вдруг какой-то вот процесс, когда я понял, что я просто не могу уже дальше, я хочу сам ставить. Вот тогда я пришел к Юрию Николаевичу Григоровичу и сказал, я хочу поставить балет. Пожалуйста. А что ты хочешь поставить? Я хочу поставить Лебединое озеро. Лебединое озеро? Ага. Ну, хорошо, поставишь, что сначала я поставлю, а потом ты тогда поставишь. Вот. Так у нас произошло. Но мне все равно было, что, ну, а может быть, что-то, что, ну, я не могу не ставить, я хочу ставить. И вот тогда у него сказал, очень хорошо, у нас есть в портфеле балет и кар на музыку Сергея Слонинского, вот тогда давайте ставим. Ну, давайте. Ну, все. И вот с этого, собственно, началось уже такое постоянное, постоянное любовь, творчество и необходимость что-то самому ставить. И как режиссеры, и как хореографы. Поэтому меня всегда привлекали разные совершенно виды искусства. И драма привлекала. Поэтому я, в общем, поработал почти везде, только что не пел и не сочинял музыку еще сам. И у вас же очень много картин. Картин много, Много, да. Много, потому что они стали главным, как сказать, главным в моей жизни на сегодняшний день. Это живопись. Потому что в ней я больше всего живопись посвящаю своего времени.